Для поклаждения этих формальностей. И заходить в нашу юрландскую программу в город Худловск стало невыгодно. Поэтому сейчас все наши руководительские суда ушли в Северную Норвегию. В Норвегии все те же самые процедуры, которые занимают у нас несколько дней, они занимают несколько часов. Но, соответственно, рыбаки не готовы платить за простой своих судов. И мы наблюдаем, как буквально за последние десятилетия мелкие бортовые города в Северной Норвегии буквально расцвели. А Мурманские рыбы стоят пустын. Рыбоперереработчики закрывали свои предприятия. Лет 10 назад у нас в Мурманске проводился госсовет по этому вопросу, с участием президента. Но воска, мы говорим, что мы не там. И получается, что наши рыбаки ловят рыбу Баренца в море. Затем она поступает в Норвегию, где ее перерабатывают. И после этого она поступает в Москву и Питер. Ну, сейчас еще одно звено добавилось. Великая рыба на ежавой Белоруссии. И если это наша собственная рыба, таким необходимым путем поступает в Норвегию. Ну, казалось бы, что мешает решить эту проблему? Она не требует никаких денежных средств. Ну, что, с тобой на голову постараюсь рисоваться? Нужно немножко поменять законы. У президента есть карманная дума. Он может принять любой закон, который пожелает. Но тем не менее, Госдума, как мы знаем, принимает совсем другие законы. И законы, которые, по сути, в вашей армии шагировали. Я не знаю, как писать. Я тоже. Если одни и те же проблемы существуют в разных регионах, то возникает вопрос. Справляется ли со своей работой федеральная ОМС? На мой взгляд, не справляется. Причина – отсутствие политической конкуренции. В недавнем интервью Ксения Собчак задала Анатолия Навального вопрос. Кто? Левый, правый, центрис? Кто ты? Алексей, на мой взгляд, не смог ответить. Я вторую, вторую. А, нет. На самом деле, я представитель малого бизнеса. Я являюсь одновременно и предпринимателем. Слава, его надо позвать. Сразу же. Было 9, два косаря. Два косаря. Ты тысячи двой. Главное, чтобы это был нормальный комитет. Главное, чтобы приоритетом для него были интересы России, для него граждан. А надержание личной войны. Они снова подлетят. У нас вводят, наверное, коллективы. Навальный, Кадарковский, Яшин, Ельинский. Идите работать. Главное, чтобы у наших президентов было добром. Все через два часа на работу уже не успел. Вопросы народа, а не своих друзей. И я вижу, что, как показывает практика, самым эффективным и знаменитым политикой является Алексей Навальный. Это показали, например, выборы мэра Москвы. Я верю, что Алексей Навальный рано или поздно станет президентом Российского университета. И мы все ему в этом поможем. Главное, чтобы хорошие люди держались вместе и ничего не боялись. Ну, конечно, придется идти на некоторые жертвы. Вот все смотрели вчерашний ролик, где в Мурманской школе, там, отечественник своего. Да, или какая-то специальная тетенька говорила, что... Да, что я пошел на жертвы, теперь я засветился на митинге и вряд ли поступлю в ПТУ. Вот, и мы все тоже будем ходить в детстве на специальное образование. Спасибо. Ой, это про тебя, Григорий. Григорий, вы замерзли? Нет! Замерзли? Нет! А только что он сказал, предыдущий оратор напомнил про кофту на ее приказ не ходить сюда, молодежи. А поднимите руку, кто пришел за этой лицензии, э, гимназии, в которой запретили прийти сюда. Есть такие? Гимназия номер 7, правильно. Давайте похлопаем ребятам, которые не попаялись и пришли. Кому-нибудь еще угрожали, если вы придете, то что-нибудь случится. Есть такие, да? А вы пришли. Спасибо большое. Давайте похлопаем друг другу, потому что не испугались. Так теплее, да, когда хлопаешь? Лекарство и лиза. Нет, внимание. Я хочу дать слово кандидату президента Российской Федерации Алексею Навальному. Спасибо, Руслан. Привет, город Гиток, герою Мурманску. Спасибо огромное, ребята. Я очень счастлив, что наконец до вас добрался. У вас классная погода. На самом деле, я вчера, когда в Москве увидел прогноз, я думаю, е-мое, буду выступать один. Знаете, как вот Джон Траволтон на гифке вот стоит такой и поворачивается в разные стороны. Но вышел с самолета, и люди подходят, говорят, Алексей, вам повезло с погодой. Вчера было еще раз, еще хуже. Поэтому, ну, я теперь знаю все про классную мурманскую погоду. Спасибо огромное, что пришли сюда. Спасибо большое, что не побоялись. Я слушал эти записи учителей, вот этих людей, которые за наши деньги, за бюджетные деньги, за чем-то занимаются вот этой вот, я извиняюсь, фигней. Враньем. Запугивают людей. Не ходи туда, не ходи сюда. Не слушай этого, не скажи ни слова правды. Сколько можно бояться? Я не боюсь, а вы? Отлично. Я рад, что участвую в избирательной кампании, где люди не боятся. Меня грозит... Я половину... Я понимаю... Ну, лучше я в спецприемнике посижу, но буду знать, что я не отказываюсь от своего слова говорить правду. Я рад, что вы пришли сюда. И я слышал, что там они говорили. Мы поставим камеры по кругу. Мы... И они поставили. Мы всех снимем. Ну, наверное, если они не хотят, чтобы вы все стали абитуриентами, то мурманские вузы сильно в этом году не доберут. Потому что, наверное, туда никто не придет. Но я хочу сказать, что после нашей победы в вузы поступят только те, кто был сегодня на площади. Шутка, шутка, конечно, нет. В вузы поступят те, кто отлично сдаст экзамены. Ребята, вот... Вот эта тетушка там, директор или кто, она говорила, что я экстремист. Они вообще довольно часто говорят, что я экстремист. И я не пойму, почему. Почему? А что я говорю такого, особенно ужасного? Ну, вот, видимо, так. Видимо, слово правда для них экстремизм. Потому что, ну, в общем-то говоря, я слушаю эти записи, думаю, ничего себе, какой я опасный. Ничего себе, какой я свирепый. Вроде бы всю жизнь я про себя думал, что я тихий домашний человек. А казалось-то, ого-го, запугал весь Кольский полуостров, запугал всю страну своим экстремизмом. А потом я понял, что, ну, они боятся, они трясутся. Потому что наша компания, она о простых, элементарных вещах, которые лежат на поверхности, с которыми согласен любой старый, молодой, живущий в Москве, Мурманске или Новосибирске. Любой согласен, потому что все это лежит на поверхности. Ну, скажите мне, пожалуйста, кто смотрел фильм «Он вам не Димон»? Горят, что Ютуб популярен здесь. А кто поверил фактам, которые там есть? А кто считает, что... Кто сомневается фактам, которые там есть? Ну, есть, я вижу, нет, я вижу руку. Я вижу руку, вижу руку, вижу руку. Ну, скажите мне даже те, кто сомневается. Ну, разве эти факты не достойны того, чтобы их проверить? Ну, ведь это простая вещь. 20 миллионов человек посмотрело. Вот они, документальные доказательства, что второй человек в стране просто жулик и вор. Получил взяток на 80 миллиардов. Построил дворцы, яхты. Ну, вот они, они сфотографированы. Давайте проведем проверку. Но эта власть делает вид, что вообще ничего не происходит. То есть не то, что там уголовные дела, арестованные медведи, фуку-то ведут и снимают камерами, как меня обычно возят. Вообще ничего не происходит. И я иду на эти выборы. И я хочу стать президентом, я хочу получить вашу поддержку, потому что я хочу, чтобы в России была борьба с коррупцией. И я обещаю вам, что я буду бороться с коррупцией. Я обещаю вам, что я посажу их всех. Я отправлю их на скамью подсудимых. Я предам их честному суду. Потому что они не просто украли абстрактные миллиарды или миллионы, они украли наше будущее. Потому что развиваться невозможно. Перспектив нет у страны. В вашем регионе население больше стало или меньше за последние годы? Только за путинские годы. В Мурманской области уехало 380 тысяч человек. Огромный, просто исход населения отсюда происходит. А скажите вы, давайте честно, положа руку на сердце, вот вы сами как считаете, жизнь при этой власти будет лучше или хуже? Есть какие-то перспективы развития? Вот вы сами чувствуете, что народ сюда начнет приезжать? Что станет лучше, что вы станете богаче. Вы чувствуете это или нет? Но только я не понимаю тогда, если здесь, в Мурманской области, все хуже и хуже, а где тогда должно быть хорошо? Извините меня. Рыба, рыбный порт. Как посмотрите какие-то новости про полезные ископаемые, половину про вашу область. Штопман, Норильский Никель, Газпром, все про вас. Ну а вы-то чувствуете это? Скажите, пожалуйста, когда вы читаете в новостях, Норильский Никель увеличил свою прибыль. Вы думаете об этом? Классно, завтра я стану немножко богаче. Вы смеетесь? Потому что смешна даже постановка вопроса об этом в России. Вот даже в странах Персидского залива, где сидят монархи, абсолютные монархи, там население понимает. Нефть подросла, мы стали побогаче. Нефть упала, может быть, победнее. Выросла цена на уголь, мы стали богаче. Выросла цена на рыбу, мы стали богаче. Но в России это не работает. Потому что мы полностью отрезаны, оторваны от того, что принадлежит нам по праву. По всем показателям, вот если посмотрите на карту, посмотрите на карту полезных ископаемых, на количество населения, на уровень образования населения. Ну, совершенно очевидно ведь, что Мурманская область должна быть одна из самых богатых. Но является она такой или нет? Она похожа на соседей ваших, Норвегию и Финляндию. Ну, а что с нами не то? Все то. Власть не та. Они просто воры, жулики и бездельники. Ну ведь все. Смотрите, ну, примеров никаких не нужно. Но давайте посмотрим на это здание. Или мы шел. Понимаете? Центр города, героя Мурманска. Полезно ископаемый. И вот это здесь стоит. И в это же время в Москве на реновацию тратят 3 триллиона рублей. А возникает вопрос. Я даже как я, как москвич, и я понимаю, что большая часть этих денег будет растащена. Так вот, наша компания тоже о простой, элементарной вещи, о том, что, ну, нельзя тянуть все в один регион. Должно же что-то остаться и здесь. Ну, вам обещают какую-то реновацию? Когда это здание ремонтировали в последний раз? Когда вы то здание ремонтировали в последний раз? В 70-е годы? Вот пока вы живете здесь. Ну, здесь люди разного возраста. Видели вы, чтобы ремонтировали это здание, то или какие-то здания? 10 лет это ремонтируют? Прекрасно. Так почему же получается так, что в одном регионе тратят на подсветку деревьев 12 миллиардов рублей, строят парк Зарядье за 14 миллиардов рублей, а в другом регионе, в центре города, стоят облупленные здания? Это не страна. Это просто гигантский насос, который ото всех вытаскивает. заводит деньги в Москву, чтобы их было просто легче растащить. И это же очевидно всем. Ну, просто всем. Поэтому вы не любите москвичей, наверное, да? И по всей стране не любят москвичей. Но москвичи-то, вообще-то, точно так же от этого страдают. Эта власть лживая, лицемерная, не хочет реагировать вообще ни на что. Ну, слушайте, я читаю новости про ваш Мурманск. Про то, что ваш губернатор Мария Ковтун, нравится она вам или нет? Она считает, что она очень крутая тетя. У нее все очень хорошо. Она дала льготы. Ну, вы знаете, самое же нуждающееся в льготах предприятие, это дочерняя компания «Газпрома». Она дала ей льготы. И вы сами знаете, что через две недели она устроила-то своего сына. Ну, как это называется? По-моему, это сильно похоже на коррупцию, верно? Ну, оно же очевидно, ну, е-мое. Все видят. 700 тысяч человек в области живут. Все видят, все понимают. Это коррупция. Кто пострадал от этого? Тот самый человек, который об этом написал, насколько я понимаю. К нему пришли предъявлять претензии. Губернатору ни одной претензии не предъявили. Когда министр вашего правительства, другим членам правительства и самой себе выделяет, сколько там, 5 гектар земли здесь выделили, да? И что это? Это коррупция, но не происходит ничего. И я очень хорошо понимаю, я на выборы по тому иду, что если власть никак не реагирует, если чиновники вот настолько нагло все делают это, обстряпывают свои делишки, ничего остальное не будет работать никак вообще. Ни образования, ни здравоохранения, ни черта не будет, потому что они заняты только собой, своими детьми. Но вы посмотрите, во что они превратили сейчас Россию? Это папаши, которые министры, начальники спецслужб, и детишки, которые возглавляют госбанки, госкорпорации и так далее, и так далее. Все же они. Ни у кого нет никаких шансов пробиться. В какой город не приедет? Спрашивающие люди, давайте я вас спрошу. Предположим, ну или на самом деле, вы закончили лучший вуз Мурманской области. На какую зарплату вы сможете устроиться, если будете работать честно? Тридцатка, кто больше? Тридцатка! Тридцатка, я слышал. По моей специальности двадцать. Не-не-не, ну подождите. Регион же, да? У кого-то должны быть перспективы-то в жизни. Куда? Ну должна же быть зарплата хотя бы, ну не как в соседней Норвегии, ну хотя бы как в странах Восточной Европы, можно устроиться на дверь. В Эстонии минимальная зарплата 1100 евро. Здесь можно устроиться на 70 тысяч рублей легко? Да! Мага, сказали, не работающие. Маг! А, так я тогда что-то не понимаю, друзья мои. В каждом регионе, спрашиваю, в каждом регионе непонятно, и у вас непонятно. А тогда какая у вас средняя зарплата-то? Двадцать пять. Максимум двадцать пять. Нет, ну давайте тогда я поиграю с вами в губернатора Марию Ковтун. Значит, вас всех сюда привезли за деньги госдепа США. И вы клевещете на Мурманскую область. Потому что на сайте правительства Мурманской области написано, что средняя зарплата у вас здесь 57 тысяч. Нет, 57 тысяч. Средняя заработная плата в вашем регионе. Вы в это верите или нет? Нет! Нет! И верить в это невозможно, потому что заходишь на сайт поиска работы, и там есть индикация, что средняя зарплата у вас здесь 27. И как же так получается, что по данным государства она 57, а по реальным данным 27? Потому что они врут во всем. Даже уже в государственной статистике. И моя компания в первую очередь, как бы меня ни называли популистом, что я говорю какую-то ерунду или еще что-то, моя компания о том, чтобы у людей была больше зарплата. Я просто считаю, что это невозможно в стране, которая на первом месте по продаже нефти в мире, на первом месте по продаже газа в мире, которая продает полезных ископаемых на триллионы долларов. Были такие зарплаты. Я считал и считаю, что у России может быть нормальное, богатое будущее. Да, не будет завтра золотых дворцов. Мы это здание хрустальным завтра не заменим. Но мы хотя бы, наверное, сможем его побелить. Наверное, хотя бы мы сможем в России сделать дороги, потому что даже в Африке сделали дороги. В Латинской Америке решена проблема дорог. И только Россия постоянно. Чиновники разводят руками. И уже много-много лет они говорят, ну как проблема дорог нерешаема. Да, сегодня была новость. Где, в каком городе? В Омске. Я еду, я буду в воскресенье в Омске. Там дорожную яму заделали картошкой. Понимаете? Мы сделали Сколково, Роснано, Ростех, какие-то нанотехнологии, медведев с айфоном, и яму заделали картошкой. А в остальных местах даже и картошкой не заделали. И говорят нам, ну это невозможно починить. Да почему невозможно, если везде чинят? Бюджет России и сейчас огромен. Его хватит для того, чтобы мы базовые наши нужды реализовать, если не красть постоянно. У нас ведь что получается? Посмотрите, южный берег Франции. Официальные данные агентства недвижимости Лондона. Они же все говорят одно. Все эти дома окупают русские чиновники. Так и работает. В одном месте убыло, в другом месте прибыло. Вот отсюда, из этого облупленного здания и происходит богатство наших чиновников и наших олигархов. В 2000 году, когда Путин пришел к власти, в России сколько было долларовых миллиардеров? Восемь. По разным по оценкам, от четырех до восьми. А сейчас их около 160. Этим надо гордиться. Отлично! Гордимся! Спасибо! Гордимся тобой, Роман Абрамович! Гордимся тобой! Мой любимый друг Алишер Усманов и все остальные. Ну да! Прекрасно! Да я готов гордиться миллиардерами! Я реально горжусь миллиардерами, которые сделали Яндекс. Или миллиардерами, которые что-то создали. Но почему я должен вообще сидеть и анализировать и все мы могли сидим? Так что так! Если в стране все больше людей за чертой бедности, уже 20 процентов. Меньше, чем в Казахстане сейчас в России! Меньше, чем в Китае сейчас в России! Откуда берутся эти миллиардеры? Ну они оттуда и берутся! Ничего же нового не создано! Скажите мне, может я ошибаюсь, сейчас вы меня поправите. Создано какое-то новое предприятие в Мурманской области за последние 18 лет. Какой-то завод, я не знаю, в порту что-то построили? Строишь что-то? Есть что-то? Ну подсказывают, что строят, но может быть что-то и построили. Но я знаю одно, что вот те нефтедоллары, которые поступали в Советский Союз в брежневские времена, вот на них построено вообще все, что мы видим. Все, что мы видим, это нефтедоллары 70-х годов, которых было меньше, чем сейчас. А Путин сидит у власти уже больше, чем Брежнев. Буквально недавно он превысил на несколько дней срок Брежнева власти. И где это все? Во что оно все реализовалось? Во что оно превратилось? Ни во что! Вот ровно в этот самый рейтинг миллиардеров все и превратилось. У нас 60-летний мужчина считается глубоким стариком. У нас нету здравоохранения вообще. Когда у нас человек 65 лет умирает, все говорят, ну что, пожил. Ну как, достаточно, ну как, а это же Россия! Радуйся, что ты 65 лет дотянул! А как это может происходить, когда... Нам Владимир Владимирович Путин на последней прямой линии сказал, что, ну вы знаете, состояние здравоохранения это сильно улучшилось в Российской Федерации. Вы чувствуете это улучшение? Нет! У вас, я вижу, довольно много людей старшего поколения. Скажите мне, пожалуйста, идите в больницу, в поликлинику, и говорите, я хочу сделать УЗИ бесплатно. Быстро вам оно вы сделаете. Сколько времени нужно дождаться, чтобы... 2 месяца. Хорошо, а если вы проведете такую преступную в России фразу, я хочу получить МРТ бесплатно. Вы смеетесь, но это же элементарные вещи. 21 век! Мы не можем вылечить людей от элементарных заболеваний. У нас выявляемость рака на 4 стадии. У нас люди мрут от болезни, от которых уже давно нигде не умирает. У нас по количеству вновь заболевших с ПИДом мы опередили почти всю Африку. Я иду на выборы, но потому что это моя страна. Я здесь живу. У меня здесь родились двое детей. Я хотел бы, чтобы они здесь остались. И я знаю точно, что мы можем себе обеспечить нормальную жизнь. Я знаю точно, что есть страны, в которых честные судьи. я сделаю так, чтобы будут в России честные судьи. Я просто став президентом, я запрещу сам себе их назначать. Вот и все. Мировых судей будет выбирать народ. И я этого не боюсь. Это они боятся, что народ выберет каких-то всегда ужасных людей. Но правда заключается в том, что народ чаще всего выбирает нормальных людей. Да, вы смеетесь, потому что в России это не работает. Сейчас в России нормальных людей никто не выбирает и вообще выборов нет никаких. Я знаю точно, что некоторые элементарные простейшие меры приведут к тому, что люди будут значительно богаче и значительно свободнее. Но скажите мне, кто же уже просто лежит на поверхности? Кто хоть раз брал потребительский кредит где-то? Ну, в магазине покупали стиральную машину. Кредиты брали. Какой процент? 20, 30, 50. Мы видим по некоторым вот этим в интернете часто там распространяют эффективная ставка тысячи процентов годовых. Ипотека. Можно здесь купить квартиру? Хорошо, 11 процентов годовых. Объясните тогда, пожалуйста, какого черта Путин дает своему собственному зятю кредит из бюджета под 0 процентов годовых? Какого черта государство спасает банки и банкиров и дает им деньги под 0 процентов годовых? Под минимальные ставки? так и получается, что мы не можем ничего купить по ипотеке, потому что они получают под 0 процентов. Я знаю точно совершенно, что в России можно снизить ставки, например, до 3 процентов, 4 процентов. Если они говорят, что инфляция 4 процентов, почему нам дают кредит это по 12? Это элементарная вещь, ее можно сделать завтра. Судебную систему можно починить во многом завтра. Борьбу с коррупцией реально начать просто завтра. Я становлюсь президентом, я ввожу закон о борьбе с незаконным обогащением. И когда ваша губернатор Ковтун и ее семья не сможет объяснить, откуда она взяла доходы для таких расходов, против нее автоматически возбуждается уголовное дело. Автоматически. И таким образом огромное количество чиновников, вороватых чиновников, нормальных мы не будем трогать, мы отправляем на схеме подсудимых. И не нужно рассказывать нам вот эти вот какие-то сказки, дрянь, про то, что это ж так тяжело бороться с коррупцией. Коррупция труднодоказуема, говорит нам постоянно Путин. Да что доказывать-то? Ну если у тебя зарплата годовая 2 миллиона, а ты владеешь дачей, которая стоит 50 миллионов. Ну вот и все. Либо объясни, где взял 50 миллионов, либо уголовное дело и вперед. Оно работает во многих странах. И в России будет работать. Вы хотите, чтобы был здесь такой закон? И я хочу, и я знаю точно, совершенно, что в России огромное количество людей хочет этих перемен. Что в России огромное количество людей, которым не надо, нельзя задурить голову вот этой дрянью про какую-то Украину бесконечную. Только им скажут что-то про коррупцию, они в ответ говорят, он хочет на Украине. Я говорю, какая Украина? Я вам говорю, что у Медведева дворец. Черт, он же Майдан хочет устроить. Он же беспорядки сделать. Приехал в центре Мурманска и устроил беспорядки. Да здесь вообще самый мирный митинг на свете. Мы хотим простых вещей и не хотим бесконечно вот этого рассусоливания. Как не включишь телевизор, там же первая, вторая, третья новость про Трампа. Четвертая, пятая, шестая новость про Украину. Ну надоело уже, тошнит от этого всего, ну согласитесь ведь? Когда новости-то про нашу страну будут? Когда я стану президентом, я знаю точно, где я моментально возьму довольно много денег для того, чтобы решить здесь значительное количество проблем. Нелегализация марихуаны. С этого мы начинать не будем. Я вам скажу, я перестану прощать долги другим странам. Давайте здесь решим. Давайте прямо здесь плебисцит города Мурманска, который находится довольно далеко от Сирии, правильно? Мы находимся довольно далеко от Венесуэлы. Давайте проголосуем. Кто за то, чтобы прекращать прощать долги Венесуэле? Кто за то, чтобы перестать давать новые долги Венесуэле? Ну как можно, как можно грузить им миллиарды, если у нас у самих здесь, ну прямо скажем, проблемы со всем куда ни посмотри. Это же действительно огромные деньги. Суммы сопоставимые с ежегодным финансированием образования и здравоохранения. У нас что? Учителя все такие богатые, им не нужны деньги. У нас у всех идеальные учебники, идеальные школы, идеальные классы, большие стипендии, но если нет, тогда значит я становлюсь президентом и говорю прекрасным странам. Дорогие жители Мозамбика, Кубы, Венесуэлы, не знаю, Пальмира, Алеппо, все остальное. Люблю вас, не могу, обожаю. В Мурманске вас тоже всех очень сильно любят. Извините, пожалуйста, верните нам наши деньги. Мы не будем ничего вам прощать, у нас и самих ничего нету. Когда я стану президентом, я сделаю простые вещи. Я попрошу Швейцарию вернуть все, что было украдено в России и увезено туда. Они делают это. Многие страны этого добивались и только Россия не хочет делать ничего. Когда мы уличили генпрокурора Чайку в коррупции и написали в Швейцарию, они сказали, ну да, ребята, мы готовы возбудить против него уголовное дело. Просто ваша генпрокуратура, которая по случайности возглавляется Чайкой, она не хочет ничего делать. Она нам сообщает, что никаких преступлений нет. Вот поэтому так все и происходит. Но я знаю точно и я верю, как бы ни рассказывали о том, что мне нельзя идти на выборы, я там уголовник, мне закон запрещает мне что-то делать. Я же не про бумажки. Я про суть. Я знаю, что я такой не один. Я знаю, что на самом деле это у меня 86%, а не у них в Кремле. Потому что все против коррупции здесь. Никому не нравятся олигархи. Никому не нравится, что 80% национального богатства в руках у 0,1% населения. Никому не нравится, что даже западные экономисты считают и сообщают нам, говорят, ребята из России, у вас на офшорных счетах лежит 70% вашего ВВП вывезенного из страны. Мы можем новую страну построить. Они говорят, вы как-то обратите на это внимание. А наша власть говорит, да не, это ерунда какая-то. Мы тут горячие у нас Украина, у нас Донбасс, мы Алеппо спасаем. Я стану президентом, который будет заботиться о гражданах России, который войдет во власть, имея определенный перечень имущества, который вы увидите в декларации и который выйдет из Кремля и не будет иметь ничего, кроме этого же перечня имущества, потому что ну должен же быть, ё-моё, хотя бы один раз, первый раз в истории России какой-то честный человек у власти. Я хочу стать таким человеком. Я прошу вас поверить в меня. Я прошу вас стать частью нашей команды. Я прошу вас агитировать за меня, за себя, за них, за всех, потому что только так мы победим и победа наша неизбежна, потому что мы за правду, мы за очевидные вещи, а на их стороне только ложь и воровство, поэтому наша победа неизбежна и их поражение точно так же неизбежно. Друзья, спасибо огромное, что пришли. Спасибо. Дмой. Я, как и обещал, готов отвечать. Если вам еще выйдет, я боюсь, что вы все заболеете. Я готов отвечать на вопросы без какой-то подготовки и без бумажек. Такой портрет это уже культ личности. Камон. Это будет сложно. Поднимайте руку. Вопрос? Погу, подним или нет? Нет, пожелания давайте потом. Вопросы какие-то есть. Давайте, ну я просто не... Давай микрофон и задавайте вопрос. Только коротко. Слышно ли? Друзья, а можно объявление? Только что посчитали на рамках людей и это самый рекордный митинг в истории Мурманска. Здесь сейчас присутствует 2600 человек. Ура! Ура! Ребята, вот, мы посчитали, вы увидите, довольно большой митинг, честно говоря, да? Я, ну, готовился к тому, что здесь будет человек 100-150 с учетом погоды. Но я прошу вас об одном, ну, это не об одном, в том числе я прошу вас, когда вы приедете сегодня домой, зайдете в интернет и увидите сообщение УВД города Мурманска о том, что на митинге сегодня было 83 человека, вы, пожалуйста, расскажите всем остальным, как они нагло врут. Руслан, мы готовы с вопросом? Вот человек руку тянет. Да, простите, пожалуйста. Микрофон сразу давай. Мы такая классная крутая страна, но мы до сих пор зарабатываем нефтью. Это когда-нибудь закончится? Повторю. Отличный вопрос, спасибо большое. Мы такая крутая, классная страна и до сих пор зарабатываем нефтью. Это когда-нибудь закончится или нет? Я иду на выборы с этим вопросом. Мне надоело это. Слушайте, сегодня же юбилей. Вы же знаете, что 20 лет назад наш бывший соотечественник Сергей Брин создал компанию, которая называется Google, которая сейчас стоит больше, Газпром, Роснефть и все остальные вместе взятые. Современные страны зарабатывают на мозгах, а не на нефти. Поэтому, безусловно, то, что у нас есть нефть, у нас есть минералы, никель и все остальное, это наше грандиозное преимущество. Мы не собираемся отказываться. Но задача зарабатывать на чем-то еще. Задача дать людям волю. Если наши, наши же уезжают постоянно, целыми днями. Каждый год из России уезжает 200 тысяч человек, которые в Индию едут заниматься программированием, в Румынию едут заниматься программированием, в Калифорнию едут заниматься программированием, разбегаются по всему миру, зарабатывают огромные деньги и платят налоги в бюджеты других стран. Я стану президентом, я отменю налоги на малый бизнес вообще. Вообще отменю, потому что все налоги на малый бизнес это 0,5% ВВП. С ними возни больше. Я считаю, что занимается человек бизнесом малым сейчас. Пусть он занимается, кормит себя, свою семью, дай бог ему здоровья и счастья. Мы прекратим регулирование. Я обещаю, стоя здесь на трибуне в Мурманске, что я закрою чертовой матери Роскомнадзор. мерзкая, отвратительная, гладкая структура, которая ничего не приносит кроме убытков. Я закрою в чертовой матери. в России каждый год проводится 2 миллиона проверок. 2 миллиона проверок. Что они проверяют-то? Что они проверяют? Здесь бизнес дышит на ладом. На ладом. Они все время какой-то лезут, что-то проверяют. Я сокращу количество проверок в 500 раз. На следующий день я сделаю это, и тогда бизнес начнет развиваться, и тогда мы будем зарабатывать на что-то, кроме нефти. Вопрос? Расскажите про внешнюю политику отношений со штатами, с Европой и с Азией. Как я уже сказал, важнейшая вещь, которую мы должны сделать во внешней политике, всех любить, но никого не кормить. Не давать никому денег, пока у нас у самих их нет. Главное, что мы должны сделать, мы должны со всеми дружить. Мы прекратим со всеми войны, любые войны. Надоело воевать? Это дорого. Это бессмысленно. Это приносит нам убытки. Что-то происходит там черти где. Но платим за это мы отсюда и своего кармана, в том числе и в Мурманске. Я считаю, что все развитые страны, которые вы перечислили, они наши глобально партнеры. С ними нужно торговать и на этом зарабатывать. Мы должны стать такими же прагматичными, как американцы. У них все просто. Они на всех хотят зарабатывать деньги. И мы будем на всех зарабатывать деньги, со всеми дружить, выстраивать нормальные отношения, держаться подальше от всяких затратных проектов, держаться подальше от войн и заниматься тем, чтобы люди наши становились богаче. Вот сюда мы направили, внутрь России, всю нашу энергию и мощь. Сейчас там Путин и все остальные, они постоянно нас подталкивают, что мы должны что-то там захватывать, куда-то какая-то экспансия должна быть. Какая экспансия? В стране никто не живет, е-мое. Огромные пустынные территории. Нам нужна колонизация России. Поэтому моя внешняя политика будет завязана на внутреннюю и будет касаться того, что мы должны развивать нашу страну. Вопрос. Я искренне поддерживаю вас во всех ваших начинаниях, хожу на митинги, на все. Спасибо. Насколько вы реально оцениваете то, что вы берете к власти? Вот мы собрали здесь, нам 200 суток, это буквально там полпроцента населения Мурманска. 70% Мурманска вас вообще не знают, а половина из тех, кто знает, считает, что вы американский пюро. Это правда. И украл весь лес. А? И украл весь лес. Ну, это другая половина. То есть, я вас сторонник, здесь собрались ваши сторонники. Какой у нас реальный план? Во-первых, вас, скорее всего, не зарегистрируют. Что мы будем делать? Даже если зарегистрируют, мы вас не изберем. Что мы делать, что делать будем? Слушайте, спасибо. Отличный вопрос. Отличный вопрос. Спасибо большое. Это важнейшая вещь, чтобы мы понимали, потому что мы очень часто же, ну, сами себе говорим, ну, блин, нас же так мало. Посмотрите, вся страна, это какие-то такие люди, не врубающиеся ни во что, не пользующиеся интернетом. Давайте только я вас спрошу. Вот здесь 2600. Вы говорите, справедливо говорить, это немного. Полу процента населения города, правильно? В городе 300 тысяч населения. Ну, там один.